Это Барнаул, крыша одного из высотных зданий. Все эти приборы предназначены для исследования космоса. В краевой столице уже пять лет работает лаборатория, которая изучает космическое пространство. Создавали ее ученые педагогического университета, а работают здесь сейчас специалисты и классического вуза, и технического. Наблюдают за звездами, искусственными спутниками Земли, а скоро планируют начать наблюдение за астероидами. Наблюдение астероидов, вы сами знаете, что, например, Челябинский метеорит неожиданно вошел в атмосферу, взрыв, чтобы в таком виде, как в Челябинске, у нас, слава богу, не было. Но в атмосферу все время входят, и сейчас наверняка летит где-то камешек, может быть, небольшой, который сгорит. Но вот когда он до 50 метров в диаметре, то он принесет в случае падения на город огромные, катастрофические. О космосе эти люди знают все, ну или почти все. К примеру, если выплавлять там металлы, то материалы получатся более качественными, тоже с медицинскими препаратами. Всем известные антибиотики, сделанные во внеземном пространстве, будут гораздо чище. А еще в космосе работают сверхлаборатории, которые в земных условиях никогда не создать. Из самого-самого последнего, что вот сверхгромкое открытие, это такие сфотографировали горизонт событий, черные дыры в соседней галактике. Это то, что больше ста лет только теоретически было. В ответ на наш вопрос, хотели бы сами полететь, Александр Вольф, сотрудник лаборатории, лишь улыбнулся. Говорит, вряд ли пройдет по весу и здоровью. А вот наблюдать на компьютере, что в данный момент происходит за пределами Земли, готов регулярно. Уверен, что отрицательное влияние расположения планет на психику людей – выдумка других ученых. Повлияет ли на вас зажженная спичка, если она будет находиться от вас на расстоянии тысячи километров? Вот воздействие самой крупной планеты, Юпитера, вот на человека, вот примерно такое же. Кстати, наблюдать за звездами лучше в ночное время, уверяют ученые. Тогда в телескопе это волшебная картина. Но им самим частенько приходится видеть немного другую. Точки и черточки на экране компьютера и есть небесные тела и спутники, за которыми пристально следят, чтобы избежать катастроф, наводнений и по возможности предсказать, какой по размеру метеорит может в ближайшее время стать угрозой Земле. Татьяна Голубева, Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком.